Всё ради детишек. Всем хай! С вами Юджин, и я приветствую всех любителей огородов, грядок, и, в общем, те, кто любит копаться в земле. Потому что сегодня мы с вами играем в Хаус Флиппер, дополнение, которое называется Гарден Флиппер. Помните, когда мы с вами мутили ремонт в доме в игре Хаус Флиппер? Можете сейчас посмотреть этот видос, очень смешно. Я вот только что смотрел, ухахатывался. А теперь вот мне разработчики подарили ключик от Гарден Флиппер. И сегодня Евгений продемонстрирует вам, как тяпкой работать, как лопату в землю втыкать, как рыть там ямы и зарывать туда неугодных тебе людей. Вот обидно иметь такую красивую живую изгородь и такой дом. Всё сорняками поросло. Крапива, ненавижу. А это что такое? Какое у нас задание, друзья наши? Я не могу сейчас это сделать. Задание ничего не делать, не мочь ничего делать. Игра говорит, что это мой первый офис, пока недоступно. Почему? Потому что мне надо всё это нафиг убрать. Куда я это делал? Оно исчезло. Я могу просто заставить это исчезнуть. Я что, маг? Я Мэджик Флиппер. Ладно, вот таким вот образом это всё удаляется. Почему-то вот эти кусты мы вырвать не можем. Можно поднять плитку? Зачем? А теперь я не могу её поставить обратно, к сожалению. Фак. Как же так? Было всё хорошо, я всё испортил. Вот. Вот здесь поставим. Нет, теперь что-то не так. Теперь она как будто лишняя тут. Блин. Ладно. Так, всё сорвать. Вырвать с корнями. Ненавижу. Ты развиваешься. Включи планшет, чтобы распределить свои новые очки умений. Нифига себе. Нарвал травы, очки умений получил. Давайте побольше травы нарвём. Я ссал под вас! Кусты вонючие! Пошли отсюда! Ах, приятно. Вот теперь всё чистенько. Конечно, вот ты портишь всю картину. Куда ж тебя деть? Надо скрыть тебя. С глаз долой. Какой-нибудь вот сюда. Никто не заметит. О, фонарик есть. Не понимаю, как имея 30 тысяч долларов в кармане, я живу в такой помойке. Я бы, вот реально, лучше бы квартиру снял какую-нибудь прикольную за эти деньги. По этим и займёмся. Мы купим себе красивый участок. Красивый дом. И будем жить в нём, как короли. Короли грядок. Как нам зайти? Что это? Пока недоступно. Да почему же? Открыть. Вот, теперь доступно. Господи. То есть, в этой игре мы не только должны с вами копать грядки, но ещё и дом убирать. Как старые добрые времена. Мерзость. О, стоп, не длинная кровать. На место, на место. Убрать, убрать. Бензопила? Я просто добрый, дружелюбный сосед. В таком абсолютно милом и уютном на вид доме с бензопилой. Детишки! Приходите ко мне поиграть с бензопилой. Заходите ко мне. Я все сорняки и крапивы нарвал. Я кроватку, видите? Хорошо застелил. Убрал с пола всякое, всякое непотребство. Не обращайте внимания на пятна. Заходите. Прилягте. Вот игра, как меня выставляет перед всеми. Хорошо, что нужно делать? Ноутбук. Этот ноутбук позволит тебе принимать заказы. Покупать дома, перемещаться между ними. Мы можем её как-нибудь поровнее поставить? Вот. Стакан. Давайте поставим его нормально. Нормально. Почему не могу поставить его норм... Стоп. Вот, вот ста можно поставить. Плюс пять к комфорту. Учитесь, ребят. Любая хорошая работа начинается с наведения порядка. Мне бы в своём офисе навести порядок. А, это что такое? О-о-о. Как будто я просто не садился на толчок, а вставал неподалёку, снимал штаны, нагибался и тужился. Я не отражаюсь в зеркале. Как так? Как это возможно? Всё отражается, кроме меня. Как всегда. Пока недоступно. Естественно. Посмотрите на него, он всрат. Давайте используем ноут. Что ж, у нас есть почта. Александра Кваша. Я хотела бы поручить вашей фирме работу по наведению порядка в моём доме. Ты видела мой дом? Женщина. Я как сапожник без сапог. Хорошо принять. Бабла сколько дашь? Сколько бабла? О, хороший дом. Что ж, Александра Кваша. Мы сейчас будем месть бывшего заказа. Я забыл взять с собой лопату. Поэтому заказ будет выполнен частично. О, мы можем прыгать. И мы можем запрыгнуть на забор. И можем запрыгнуть дальше. И мы можем обойти ваш дом, сесть как голубь на забор. И смотреть в окно. Не волнуйтесь, миссис Кваша. Это процедура такая. Мы всегда так делаем. Мы обходим дом. Смотрим его со всех сторон. Это приятный район. Блин, я бы хотел в таком жить. Я бы хотел в таком ходить по заборам. Прыжок. Но я попытался. Ладно, давайте пролезем в окно. Наш любимый метод. Нет? Не получится? Ну тогда в дом. Во-первых, у вас очень плохой газон. Ваш участок просто превратился не знаю во что. Вы что, хотите, чтобы сюда собаки ходили и совершали непотребство? Не в мою смену. Я сделаю ваш двор идеальным. Так что вы, миссис Кваша, станете моей миссис Квашей. Будем квасить вместе с вами в доме вашим чистым, который я чищу сам. О, смотрите, есть еще и у нас инструмент очистка. Посмотрите на эту швабру. Она застыла. Счастье, как будто она, знаете, в грязи была так долго, что уже даже не гнется. Так, давайте войдем. Аккуратней. Кровать просто в хлам. Что на ней делали? Давайте это очистим. Да, ребят, швабры достаточно. Давайте все это поднимем. Абсолютно всю мебель нужно вынести. Не пойдет так. Я не могу работать в таких условиях. Банки, склянки, это все надо поставить. Что это такое? Твой планшет. Теперь у тебя есть планшет. Нажми, чтобы взять или скрыть его. Ага, что сюда нужно? Установить устройство батарея. О, смотрите, есть садовник. Очко. Очко садовника. Садовника. Мы можем его потратить на смысл садовника. Мы можем потратить ее на смысл. Какой вообще во всем этом смысл? Давайте. Чем больше, ребят, очков, умений вы будете тратить на смысл, тем больше ваши бессмысленные занятия будут иметь его. Хорошо. Магазин. Нам нужен радиатор, да? Батарея. Это самое дешевое ведь, правильно? Купить сейчас. И поставить. Установить. О, мое любимое занятие. Подвели. Закрутили. Ах, молодцы. Вот это я даю, конечно. Все. Отопление пошло. Ух, жарко тут стало. Здесь что у нас? Кажется, все в порядке. Тихонечко все это дело очищаем. Тут блевали. Тут гадили. Прямо на стол. Вы думаете, я просто очищаю грязь? А я убираю всю историю этого дома. Некоторые гадают на кофейной гуще. А я гадаю на говняной куче. И здесь они повсюду. И везде я вижу будущее. Настоящее. Прошлое. И оно такое. Мое прошлое было никчемным. Я не учился. Не развивал свои навыки. Мое настоящее, я вытираю грязь в чужом доме. И мое будущее туманное. Но и у хозяев есть будущее, которое я вижу. Я стырю крючок. Такого будущего они не ожидали. Так, открыть дверь, чтобы, да, сквозило. Сорняки убрать, убрать, убрать. Вот как мы уже сделали с вами больше, чем требуется. Прибыль составляет 600 баксов. Баксов? Мы вообще-то русские тут. И в рублях работаем. Но все равно прибыль в баксах. В валюте тоже выгодно брать. Слушайте, я рву сорняки и рву о способности все больше и больше. Охренеть. Значит, что мы можем сделать? Быстрые ручки, большое расстояние. Смысл. Только смысл мы и будем прокачивать. Кто-то скажет, что это выглядит уютно и упорядоченно. Но я скажу это безвкусица какая-то. Хоть вы мне за это и не платите, но я наведу порядок. Шахматный порядок. Красота. Это будет стоять тут. Стуль, я буду стоять на улице. Томба. Сюда. Телек, а мне домой. Бо. Фу. Кровавые пятна на диване. На какие ассоциации нас толкает игра? Я не могу это терпеть. Надо это вытереть. Ой, пусть стоит здесь, проветривается. Убери мусор 62%. 68, 75, 81. Мы почти у цели. 100%. О, книга секретов. Я заберу все секреты с собой. Холодильник будет встречать гостей прямо у входа. Духовой шкаф будет стоять возле спальни, чтобы отгонять духов. Не зря же он духовой шкаф, да? Раковина тоже такая, видите, как будто обнимашки тянется. Будет с другой стороны встречать. Дом должен быть приветливый. Представляешь такой, идешь в гости или к себе домой, открываешь дверь и тут... Аааа, велкам. Прям вот здесь. Но это если ты хороший человек с хорошими намерениями. Если ты злодей и пришел в этот дом, то будет так. Выполнено 95%. Почему? Чего-то не хватает. Ааа, нифига себе. Целую ванну пропустили. Продолжаем. Я люблю полностью, на 100% все завершать. Вот, все задания выполнены. Этот дом чист. Все, забираем бабло. И возвращаемся в свою конуру. Придержи и измени на очистку. Очистка. Давайте вычистим наш дом вонючий, такой неприятный. Сделаем его нормальным. Чтобы детишки могли спокойно заходить и играть со мной и с моей бензопилой. Реально, такое ощущение, как будто просто мой дом говном обливали. Просто соседи приходили и обливали. И обливали. А что я им сделал? Я им ничего не делал. Да, я пару раз за ними гонялся с бензопилой в маске белой. Ну и что? Иногда даже гонялся в маске кожаной. Сделанной из лица одного соседского мальчика. Ну и что? Это не повод. Вовсе нет. Ведь у меня есть свое мнение. Есть права и свободы. Если вы этого не понимаете, то вы не вправе меня осудить. Вот так все отмыли. Отмыли. Ну, ну, как сказать? Короче, чисто я сказал. Давайте сейчас выгодно вложимся. Купим батарею. Ой. А что, она сюда не вмещается? Водяная система для батареи. Купить. Я не понимать. А, может быть, кровать мешает? Давайте уберем ее. Сейчас. Чуть-чуть сдвинем тумбу. И саму кровать. Ад! Во, хорошо, встала. Наконец-таки. Уставка началась. Новая очка умений. Мастер на все руки. Монтер мы можем, чтобы сборка была быстрее нас на много процентов. Или уборка. Быстрые ручки. Давайте быстрые ручки усовершенствуем. И монтер. Еще в ванной чего-то не хватает. Я вот вижу по карте что-то... А-а-а. Батарея для полотенец. Вот это, я так понимаю, да? Это оно? Все, мы восстановили. У меня миллион семьсот тысяч. Теперь этот дом можно продать в три дорогая, да? Давайте сядем за комп. Так, прейвзер. Во-первых, мы сначала должны продать наш дом. Он стоит миллион пятьсот. По сути, мы можем взять и купить что-то вот... Вот... Так... Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Просто всрань какую продают. О-о-о, охренеть. Даже не знаю, есть ли смысл что-то продавать. Нам лучше купить прямо вот сюда крутой мебели. Ты кровать. Как тебя продать? Так. Кровать пиони. Лаванда двуспальная. Ну, конечно, купить прямо сейчас. Купить. Здесь поставим. Эту же кровать я бы с удовольствием продал. Только как? Пока неизвестно. Неважно. Тумбу сюда, кровать вот сюда. Буду спать на ней. Девчанок приглашать буду. Это будет кровать для гостей в таком случае. А что мы можем купить для вот нашей площадки? Для нашего... О-о-о. Вот нельзя было более неприятно сфоткать гномика. Почему-то камера чуть снизу. И теперь он кажется каким-то здоровым мужиком, который над тобой встал и будет требовать нечто непотребное. Что ж, мы можем купить будку. Будда. Купить Будду. Но у нас собаки-то нет. Здесь нет возможности купить собаку, да? Так, давайте что-нибудь купим. Вот не в тему. Например, вот бассейн. Купить. Вот оно. Здесь будем купаться. Вот тут кровать у нас будет и бассейн. Плюх. Или лучше его на задний двор вот сюда поставить. Чтоб никто не видел мой бассейн. Погодите. Ну, да чтоб все видели мой бассейн. Вот. Все осмотрите на мой бассейн. И фламинго надо. Без него вот никак просто. Будет здесь стоять и охранять дом. Ооо. Продиковое кресло. Я куплю его. Зачем нам большой дом, когда у нас есть большой двор, который можно красиво обставить? Короче, я не удержался и решил поставить карусель. Все ради детишек. Игра такая. Дети вращаются, а я держу бензопилу. Бензопила работает, естественно. Пока карусель вращается, они должны уворачиваться. Но уровень сложности каждый раз повышается. Я чуть-чуть опускаю бензопилу. Побеждаю я, как правило, в этой игре. В общем, вот такой красивый у нас детский дворик. У нас есть красивая креслица, качающаяся. У нас есть бассейн с шариками. Очень нравятся фламинги. Гостевая кровать. Мостик через речку, но речки нету. Это все очень нравится пугалу. Дерево с яблоками, которое очень нравится нашему пугалу. Который собирается прыгнуть в бассейн. Но что это? Круги на полях. И морковка посередине. Инопланетное вмешательство. Мы не одни во вселенной. Письмо от Евы Жабко. У меня дома приватный стоматологический кабинет. Я могу справиться с дырками в зубах, но с дырками в земле и кус... Я знаю, что нужно делать с дырками в земле, не волнуйтесь. Какой дом? Ни хрена себе. Ты разблокировал садовый шланг. О, ну-ка. Так, что дает? Нам что, надо машину помыть? Окей, хорошо. А, смотрите, сейчас дождь пойдет. Блин, нифига себе, смотрите, какая беседка. Какие кресла, какие диванчики здесь стоят. Сколько всякой растительности на участке. Продажа предметов. Самое время начать продавать. Лучше этого не делать. А я тебе так скажу. Лучше... Он не может продать. За кого ты меня принимаешь? Что, этот пульт со мной общается, что ли? Не понимаю. Убери сырники. Хорошо, мы должны это все сорвать, правильно? Все. Все сорвали, кажется. Или нет? Нет. Мы конкретно на этом участке собрали все. А вот тут, видите, еще целая куча. Еще один дед остался. Где он? Гори, где он? А, вот он. Так, сырники убраны. Теперь росы, покрытие гравий, одноцветное. Посади растение кустарник хвойный. No problemo. Кустарник хвойный. Столбчатый. Да, пусть будет такой, я не знаю. Сойдет. Нет? Продать. Как я пойму, какой нужно кустарник? Посади растение кустарник хвойный. Окей. Вот такой? А, их нужно посадить. Все. А как? Полить его из шланга. Может быть, мне лопата нужна? Лопата! Купить! Наконец-то! А, и как? А, вот. Нажмите, чтобы посадить. Хорошо, посадил. Эта лопата вообще не нужна. Давайте рыть. Похоже на задницу, а босс. Хорошо. Мель. Так. Ямка выкопана достаточно. Блин, не даешь-то мне игра поиграть. Теперь надо закопать. Присыпать. Я просто лег на землю. А теперь палить. Посажено. Гравий, одноцветный квадрат. Купить. Вот так сейчас все зарисуем. Дик. Нормально. А, тут гравий двуцветный надо. Сорян. Я многослойный, видимо, сделал, да? Черт. Ну, хорошо. Здесь задания выполнены в этой клумбе. Вот в этой немножко мы сложали. Так, кустарник, уст... Стол... Да, какая разница? Давайте вот сюда тебя поставим. Посадим. Присыпать, растение! Хоп! На пол! Это хорошо. Это у нас готово. Теперь. Гравий двуцветный квадрат. Попить. Так. Слушайте, ну, какое-то это... Как-то это некрасиво выглядит. Вот здесь одноцветный, двуцветный. Нет стиля у вас, мадмуазель. Какой здесь гравий нужно? Гравий двуцветный. Понятно. А здесь? Коричневый. Раз, раз. Вот так. Ааа. Я думаю, за это мне бабосы накинут. Хотя теперь из-за вот этих вот двух растений эта улыбка кажется какой-то дьявольской. Но ничего. Вот сюда посадим. Еще один. Упасть на землю. Засыпать. Палить. Что ж, мы, в принципе, все сделали. Вообще, все посадили. Здесь тоже сделали. Скреативничали немножечко даже. А работа завершена. Я знаю, вы не просили Уганду Наклза на пружинке, но это подарок за счет фирмы. Завершить. Внимание, в окрестности поселился крот. Используй лопату, чтобы избавиться от кротовин. Но имей в виду, злой крот будет делать новые, пока ты его не найдешь. Окей. Злой крот. Для начала... Воу! Для начала я залью тебя. Все твои норы просто залью водой, пока ты не захлебнешься. Пугало! Слышишь? А ну повернись, когда я смотрю на тебя. Пугало! Твою мать! Я тебе сказал отгонять вредителей от моего участка. Получай! Ладно, давайте лопату возьмем. Смерть. Смерть! О! Просто вырыл он здесь. Убить! Какая мразь огромная! Убить! Где он? Он скрылся? Как же нам убить крота? Вот он все вырывает свои ямки. Где он сам? И как его бить? Каким же инструментом? Может быть... Ааа, надо рукой будет. Я думаю, надо запрыгнуть на крышу и попробовать сверху посмотреть. Где этот чертов крот? Ух ты, я могу запрыгнуть на крышу? Нифига себе. Не получилось. Но кажется, крот исчез. Опять круги на полях. Мы не одни во всем. А! Вот еще один. Хорошо. Все кротовины исчезли. Хорошая работа. Мы же не посадили нашу яблоню. Давайте сажать. Нужна огромная яма для нее. Смотри на эту яму. Она может стать твоей. Если ты не будешь хранить мою чувство. Нагнуться, присыпать и полить. Ай, хорошо. Давайте все немножко польем. Немножко кровать нашу польем. Мы заработали с вами прилично денег. И думаю, что на сегодня наша работа завершена. Но если вы хотите, ребят, увидеть больше моих приключений в игре House Flipper и Garden Flipper, то обязательно ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Дайте мне знать, вообще заходит ли вам такая тема или нет. Я знаю, что я творю какую-то нелогичную фигню в таких играх. Но просто в таких играх мне нравится именно смотреть на возможности, которые они дают. То есть не просто, когда все, знаете, по слотам раскидываешь, но еще и немного нарушить границы. Выйти за пределы. Сделать то, чего не нужно делать в этой игре. Чтобы наше в ней приключение было действительно уникальным. Огромное всем спасибо, ребят, еще раз. Обожаю вас всех, люблю, целую и обнимаюсь. С вами был Юджин. И всем пять!